На рынках началась коррекция. Иена и особенно золото снова обрели популярность. В этом контексте мы сегодня начнём с евро. Это недельный график для курса пары евро-доллар. Он покажет нам перспективу движения курса в течение нескольких следующих кварталов. Как вы видите, здесь преобладает бычий тренд. Но это всего лишь восходящее движение в пределах коррекции. В СЕРМ отмечены целевые уровни. По срокам эта коррекция уже практически завершилась, и курсу так и не удалось значительно повыситься. Мы считаем, что снова вошли в зону риска, и сейчас мы находимся в ожидании восстановления нисходящего тренда. Перейдём к дневному графику, который показывает перспективу движения курса на несколько следующих месяцев. Как мы видим, здесь уже начался период консолидации. На данный момент мы видим нисходящую коррекцию, которая может привести курс к диапазону от 1,10 до 1,08 в течение следующего месяца. Стоит обратить внимание, если курс опустится ниже отметки 1,08. Это будет означать, что мы видим долгосрочное восстановление нисходящего тренда. 1,08 – это также уровень поддержки. Перейдём к часовому графику. Здесь мы видим нисходящую коррекцию. Мы также видели небольшую восходящую реакцию, но эта восходящая реакция уже завершилась, и курс пытается снова восстановить нисходящий тренд. Пока что этого не произошло. Но это наш любимый сценарий до тех пор, пока курс не превысил отметку 1,13748, так как это потенциально может создать импульсивное восходящее движение. На данный момент восходящая коррекция завершилась, и началось восстановление нисходящего тренда. Подведём итоги. На долгосрочном графике мы видим очень слабый бычий тренд, который, возможно, является всего лишь коррекцией, которая подходит к концу. На дневном графике мы видим восстановление нисходящего тренда. Всё началось с коррекции, и первая целевая зона находится в диапазоне между 1,08 и 1,070. На часовом графике мы видим восходящую реакцию в начале июня, но она уже практически завершилась, и курс стремится вернуться к медвежьему тренду. Перейдём к курсу пары доллар-иена. Здесь ситуация понятна. Доллар-иена выступает в качестве защитного актива. Мы видим, что курс этой пары находится в состоянии нисходящей коррекции с последнего квартала прошлого года, и курс уже приблизился к целевым уровням в пределах этой коррекции. На уровне 103 образовался сильный уровень поддержки. Если курс опустится ниже отметки 103, то мы сможем рассчитывать на импульсивное нисходящее движение для курса пары доллар-иена. Но на данный момент мы считаем, что следующий уровень поддержки будет сформирован примерно в этом диапазоне. На дневном графике мы также наблюдаем медвежий тренд. И в рамках этого тренда уже практически были достигнуты целевые уровни. Импульсивное нисходящее движение завершилось. Если рассматривать это в перспективе недельного графика, который мы видели ранее, то, вероятно, у этого движения ещё есть время. На данный момент мы не можем подтвердить такое движение курса, так как индикатор рисков ещё не находится в перепроданной зоне. На этом графике импульсивное нисходящее движение уже практически завершилось. Возможно, курс понизится ещё на несколько пунктов. Давайте посмотрим на часовой график, который показывает перспективы движения курса в течение нескольких следующих недель. Мы видим, что нисходящий тренд ещё не завершился. В пределах этого тренда курс может опуститься ниже отметки 106, возможно, до уровня 104. При этом индикатор риска всё ещё находится посередине, и он ещё не достиг перепроданной зоны. То есть этот нисходящий тренд ещё обладает потенциалом. Посмотрим на все три графика. Как мы видим, здесь три медвежьих индикатора, потому мы рассчитываем на потенциальное продолжение медвежьего тренда для пары доллар-иена. Ещё один надёжный актив – это золото. На данный момент для цен на золото преобладает восходящая коррекция. И кажется, эта коррекция ещё не завершилась. Вскоре цена достигнет целевых уровней в диапазоне между 1277 и 1408. Если мы посмотрим на дневной график, то увидим восходящее движение, которое ещё не завершилось. Импульсивные целевые уровни практически соответствуют текущим отметкам, но в будущем цена, возможно, превысит отметку в 1300 и достигнет отметку 1359. Мы считаем, что это восходящее движение, которое, по сути, является защитной реакцией, ещё не завершилось. Оно может растянуться ещё на несколько следующих месяцев. Индекс риска ещё не находится в красной зоне, и потенциально он может достичь этой зоны в будущем. На часовом графике мы также видим довольно сильное восходящее движение. Индикатор риска всё ещё находится в середине диапазона. В течение нескольких следующих недель цена всё ещё может достичь целевых уровней, которые начинаются с отметки 1300. На данный момент на всех трёх графиках мы видим бычие индикаторы. Защитная реакция всё ещё способствует восходящему движению цен. И потенциально этот восходящий тренд может продлиться. И в конце нашей программы поговорим о рынке акций. Как мы видим, индекс S&P достиг долгосрочных целей. При этом, начиная со второго квартала прошлого года, мы видели значительные колебания этого индекса. В какой-то момент мы поняли, что индекс может пробить этот диапазон. Но в краткосрочной перспективе мы видим небольшое истощение рынка. Здесь конверты соприкасаются. Перейдём к дневному графику, который показывает перспективу движения индекса на несколько следующих месяцев. Кажется, это восходящее движение ещё не завершилось. И в рамках этого движения индекс может достичь отметки 22.00 и, возможно, даже отметки 23.00. Также здесь заметно истощение рынка, а индикатор рисков находится в перепроданной зоне. Возможно, сейчас лучшее время для начала промежуточной коррекции. В пределах этой промежуточной коррекции индекс может понизиться в течение нескольких следующих недель. На часовом графике мы также видим небольшое истощение рынка. Индекс начал двигаться вниз. В таком случае логично было бы рассчитывать на нисходящую коррекцию. На данный момент мы наблюдаем небольшое повышение. При этом целевые уровни в принципе были достигнуты в результате восходящего движения на прошлой неделе. Итак, на долгосрочном графике мы видим консолидацию. Индекс пытается пробить целевые уровни. При этом мы видим краткосрочное истощение рынка. На среднесрочном графике всё ещё преобладает бычий тренд. Но мы также видим промежуточную нисходящую коррекцию, которая может превратиться в консолидацию в течение нескольких следующих недель. На краткосрочном графике индекс стремится к восходящему тренду. Но кажется, этот потенциал постепенно исчезает. И вскоре мы сможем увидеть консолидацию. На этом наше время подошло к концу. Благодарю за внимание.